Загляни в лавку rpgdon.com, покупай сувенир из любимой игры и обновись! Ссылка под видео! Я это делала, признаюсь, будем честными, но был повод, я нарядилась и решила тебе это еще и показать, заодно записать видосик с открытиями. Пиши в комментариях, на кого я похожа, кто, по-твоему, я в данный момент, и если будет много, большинство правильно назвавших, кто я, да, значит косплей удался, а если же нет, ну что ж, я дилетант и буду с этим жить дальше. Сундуки, смотри, у меня в достижениях на этом аккаунте, на моем основном аккаунте, есть вот такие вот сундучки, в которых много разных всяких полезных штучек, в частности здесь сундуки из самого топового и слиток на 100 миллионов. Есть такие синенькие, и из них мы будем делать золотые, поскольку смешанные всякие вот эти вот зелья мне не нужны. На затравочку, вот у меня остатки, остатки, скажем так, так, что такое, сортировочку надо отключить, разложить все по местам, вот, вот такие вот остатки, и к этому делу сейчас добавятся сундучки. Я быстренько пошаманю, быстренько все подсуечусь и вернусь через одну минутку, ты даже не заметишь. Это сундуки за выходной день, вот. Есть еще геройские, их мы откроем чуть попозже. Давай сначала с этими разберемся. Набиваем удачу на сундуках с золотой бежой. Тут у нас выбор небольшой, и опять храмы, действительно, почему бы и нет? Конечно же, почему бы и не храмы? Средняя коробка удачи, здесь у нас самая топовая, это либерта. Недавно под видео меня спросили, чему я так радуюсь либерте, это же очень дешевая и уже никудышняя пушка. А радуюсь я ей, как будто бы это двадцатая. Для меня нет особо большой разницы, двадцатая топушка, либо просто сундучок. Это джекпот в том сундуке, который я открывала. И это всегда приятно, независимо от результата. Нет, это мы откроем попозже. Давай вот эти сундучки откроем. Бам. Обрывки. Да ну! Это заговор. В прошлый раз мне выпадало, во-первых, ни одного обрывка, по-моему, или два максимума выпало, а тут три из трех. Уф. Так, хорошо. Давай теперь откроем вот эти вот все сундучки. Здесь у нас, повторюсь, очень много всего разного. Как полезного, так и не очень. Кстати, есть еще плюс пят... Сундук с пробужденным оружием плюс пятнадцать. Когда-то, однажды, мне на этот аккаунт уже это выпадало. Я очень буду даже рада, не против совсем, ни капельки, если мне еще раз это выпадет. Поэтому я держу кулачки, тихонечко шаманю. Уже там где-то у меня горит свеча. За удачу, за здравие черного духа, что ли, не знаю. Короче, я шаманю. Ты думаешь, зря у меня тут такой полумрак? Нет, нет, у меня там... Посмотрим, насколько я хорошо умею шаманить. Пока, пока-пока. Пока серьги из зубов кита. Это восемь лямов. Кроны, валксы. И синенькая бежа, которую нужно еще вскрыть дополнительно. Из которой очень часто... О, вот это неплохо. Из которой очень часто выпадает что? Правильно. Обрывки, обломки в смысле. Той же самой бижутерии, которая могла бы быть, но ее нет. Кроны, валксы. Боже, по одной штучке. Это то, что нам дают в выходной день, напоминаю. За проведенное время в игре. Дают нам синенькие. Из трех синеньких собирается золотой. Можно открывать синенькие, можно открывать золотые. Как говорится, к дареному коню зубы не смотрят. Это не сундуки с набора герой, за которого ты платишь. Да, это сердцевина древнего оружия, которому радуется персонаж. Так. Вот так у меня и появляются тысячи валксов. Открываешь сундучок. Тебе даются валксы, а ты не точишься. Игра как будто бы не знает, что я не точусь. Вот правда. Вот серьезно. Так, вот это что? Это тоже отсюда. Ежедневный подарок. Час. Пять сек. Я быстро. Все не поместились. Давай открывать. Так вот, о чем я говорила. Кто видел, как я точусь, точусь я редко. И стараюсь это делать только для вас. Потому что мне лично все, что нужно, я уже купила. Я не гонюсь за двадцатым шмотом. У меня нет в этом необходимости. Я играю для души. Вот. И на персонажа, которому, в принципе, тоже особо шмот не нужен. Потому что он не фармит, а он чисто осадный персонаж. Так вот, на видео с заточкой все вы видели две тысячи моих валксов. Вот теперь понятно, да, откуда они у меня берутся. Вот посмотри на этот чатик вот слева. Ну вот видно же, да, тебе? Сплошные валксы. Просто только валксы, кроны, валксы и кроны. Ну, потускневшая бижутерия, кстати. Ты смотри, видишь, ее немало сыпется. Я думаю, что одну хотя бы, но мы обязательно откроем. Может, сундучок даже попадется. Вот сундучок, вот нуберчик там вот рядышком был. Вот кзарочка, например. Давай. Думай о кзарке. Думай о нубере. И он обязательно к тебе придет. Давай. Давай. Пожалуйста. Ну, я же сказала, пожалуйста. Так, с этими сундуками всех выгрузили. Продолжаем открывать. Так вот я говорю, пожалуйста, черный дух. Давай. Ну. Я знаю, ты специально тянешь время, да? Вот ты намеренно мне сейчас даришь валксы, чтобы потом меня обрадовать какой-нибудь супер-пупер-друпер-классной джекпотиной, да? Пятнадцатая. Вот там вот синенький сундучок был, это плюс пятнадцатая пробужденка. Я-то его уже знаю. Мне такой он уже выпадал. Правда, я не помню, куда я его потратила. Я, по-моему, его продала. А после этого решила прокачать лучницы. О, два сундука, и я выбила. Грязное, жрель и сечил. Ну, конечно. Конечно. Это же именно то, чего я заслужила. Да. Так вот, потом, когда решила вкачать лучницу, пришлось покупать. После этого я придерживаюсь политики, что ничего не нужно продавать. Просто всё пускай лежит. В хозяйстве пригодится оно когда-нибудь обязательно. Вот увидишь, вот сто процентов просто. Я предлагаю пока вот это всё ещё пока оставить. Сейчас я заберу из набора герой. Нет, давай-ка, наверное, открывать. Давай открывать, потому что в наборе герой очень много всякого хлама. Ты просто ой. Давай вот так вот и пойдём. Кто бы даже сомневался, ни капельки, ни грамму, ни разу. Вот она даже, видишь, говорит, да, никогда ни разу не сомневалась, что рандом это не наша фишка. Значит, забираем тогда сундучки с набора герой. Я, как обычно, 3 секунды, я быстро. Ох, ну, конечно, это занимает намного больше минуты, и хорошо, что я знаю парочку заклинаний, и ты этого всего не видишь и не тратишь свое время. Короче, любезно нам сделали возможность размещать сундучки в одну ячеечку, это просто бомба, это круто. А было бы еще... И знаешь, что круче всего? Это выбить 2000 жемчуга. Или же слиточек на 100 золотых. Или же сундучок Либерта Курунда Набера. Вот, казарочка Либерта нет, я оговорилась. Но да, сейчас мне выпадет Либерта, я знаю свою дачу. Хотя, возможно, мне просто сейчас опять насыпят синий бижутерий, которую мы не откроем, точнее мы ее откроем. Но она к нам никак не зафиксируется. Да, жрелочка, да, конечно. Я вот не помню, тут обычно бижутерия только синяя. Нет, вроде как, вот только что был логор обычный. Да? Золотое? Нет, или синенькое? Вроде как, нормально, бижутерия здесь тоже падает. Так что не все потеряно, не все потеряно, но как-то... Как-то пока все... Я увидела там! После того, как я увидела сундук на 2000 жемчуга, я... Вот он, вот он, вот он, родненький. Давай, давай, давай. Опять он был! Опять он был! Ну ты видел, да? Ну ты же, наверное, тоже заметил, да? Мой хороший, давай, давай, иди сюда, пожалуйста. Давай, сундучок на 2000 жемчуга. Я обещаю, я обещаю, что я с умом потрачу эти 2000. Честно, вот зуб даю, просто вот так вот раз и все. Ну, меняю зуб на 2000 жемчуга. Не веришь мне, да? А зря, я всегда слово держу. Паразит. Ну что ж, у нас остается четвертая бижутерия и сундучки алхимика. Предлагаю сундуки алхимика, четвертую бижутерию. И потом открывать... Что ж ты, дура, так скачешь, а? Такой херни скакать. А потом откроем синенькую. Вдруг что-то все-таки выпадет. Потому что отсюда я, честно говоря, после третьих ланоросов уже ничему не верю абсолютно. Ну, конечно, 25 пченек, да. Я же достойна именно этого. Да? Ладно. Просто, просто тыкаю. Паразит. Ты посмотри. 40 штучек я открыла. И не одной. Вот это единственная радость, но и сундука беспроигрышного, в котором только золотая бижутерия была. Короче. Дело к ночи. Я захожу на второй аккаунт. Теперь вот прям вообще я мухой. Я вернулась. И смотри, что у меня здесь есть. Во-первых, мало места. Я думаю, все заметили. И да. Ну, вот так вот. Во-вторых, есть вот такой вот сундук. Я уже даже не помню, чтобы я вот на том персонаже, на котором сразу была, что я вытащила из него. Потому что я его 100% открыла. В письмах у меня его уже нету. Ну, я думаю, что можно открыть. Ну, он у меня лежит уже сколько? Полугода томится. Значит, по-любому сейчас самое крутое, дорогое я вытащу. А что у нас самое дорогое? Древень. Да, давай древня. Ну, вот это вот мы знаем. Вот это вот средняя коробочка. Большая коробочка удачи. Сладкие подарки. Здесь они тоже есть. И за два года, по-моему, или за полтора ивента, сундуки алхимика. Вот смотри, 39 штук. Это много. Вот, и, соответственно, из разломов. Старое и новое. Предлагаю открывать что-нибудь, что займет немного места. А, ну да, и, конечно же, здесь точно так же куча достижений вот таких вот сундучков. Вот, да, вот, 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 видишь? Так что занимай удобную позицию, делай себе чаек, а я приступаю. Давай откроем вот это. Нормально. Поместится в сумке с таким дровом. Хочу заметить, что этот персонаж у меня вообще не точится. Вообще, вот, даже если я своим для вас точусь, одним мейном, то этим персонажем я не точусь в принципе. И если мне сейчас выпадет что-нибудь такое, типа, ценное, крутое, классное, то это будет мега обидно, поскольку... Чё мне выпало? Я систем-чат вам не настроила, да? Сейчас, секундочку. Вот, системный чат. И давай дальше. Что я открывала? Я открывала золотые сундуки. Да. Острый камень разрушения. Острый камень защиты. Как много всего приятного и классного, но нам достается печать древних стражей. И золотая натимерия. Всё как в жизни. Всё как в жизни. Счастье оно есть. Где-то рядом. Но где-то не тут. Обрати внимание, храмы. Тоже храмы. Как и на том аккаунте, когда я открывала то видео дело. Помнишь? Тоже храмы. Так. Вот это открываем. Ну. Я переживала, что мне не хватит места. Какая я наивная всё-таки, да? Иногда бываю. Вот скажи. Просто наивнющая я. Как девочка. Мне не хватит места. Потому что я буду выбивать только точки. Только что-то ценно и дорогое. Да. Это у нас был сладкий подарок. Ну, ты знаешь, слёзы, точки. Так-то, в принципе, терпимо. Терпимо. Так, это мы сейчас откроем тоже. Чтобы место не занимало. Соки выпьем. Да? Оно у меня не 30-е. О, силу, кстати, надо качать. Всё. И поехали открывать сундуки алхимика. Сундучки алхимика. Мои самые любимые сундуки были. Пока я последний раз не открыла их. На вульфе. Там так много прекрасного рядом лежит. Ну вот, вот москанчики. Ну вот там Диа с рожками своими выглядывал. Всё же, да. Не друг ты мне больше, сундук алхимика. Совсем не друг. Абсолютно не друг. Даже на аккаунте, на котором я не играю, ты мне ничего не даёшь. Ну есть такая теория. Ты сейчас не начинай строчить, что типа вот, ты на нём не играешь и хочешь классный дроп. Есть такая теория. Чем меньше аккаунт активен, тем больше ему везёт в заточке. Ему везёт в дропе. Почему? Потому что игра смотрит, что человек как-то вроде как похоже забивает. И скоро-скоро, может быть, совсем перестанет играть. И нужно его чем-нибудь взбодрить. И вот это очень чётко заметно, когда ты точишься и такой, ну всё, вот сейчас заточу, к чертям делаю круг смерти, чтобы уйти из игры. А игра такая типа, а-а-а, не угадал. И давай тебе точить на пять там вещи, на пять бижутерию, на четыре. И ты сидишь потом с половиной сожжённого шмота, но с заточенной бижутерией и такой думаешь, бля, и чё теперь? Вот реально, и чё теперь? Я же собирался бросить, потому что всё плохо, а теперь-то всё хорошо. И вот таким вот образом игра нас окучивает. Вот обрати внимание, вот сколько историй нам на стримах рассказывали подобных. Поэтому я, именно поэтому и говорю, что скорее всего, если что-то ценное упадёт, прям реально ценно, то оно упадёт именно на этот аккаунт. У нас даже РЛ есть Серос, который, у него тоже два персонажа, но ему нужно для игры два персонажа, вот. И у него на втором аккаунте из Шикоту выпала четвёртая тунра, понимаешь? Четвёртая тунра на аккаунт, на котором ничего нету, понимаешь? Ну как, ничего, там средненький девятнадцатый, восемнадцатый полубосс-шмот для того, чтобы бегать, там, тра-та-та, кое-как качаться и всё такое. Вот, и... Как бы вот, и сиди после этого, и не верь вот в эту теорию. Так, давай мы откроем вот это, разгрузим заодно сундучок. Здесь у нас ещё нету крон. А, нет, тут уже есть кроны. Допустим. Так, здесь кроны есть, хорошо. Кроны. Два. Три. Чурыны такие дорогие тогда, по 50 миллионах, они так падают, хорошо. Вот мне бы сюда, знаешь чё, у меня сейчас не хватает денюжки, чтобы сделать сюда, по-моему, ожерелье. Вот мне бы сейчас сюда третье, хоть какое ожерелье. Или пояс. Чего у меня тут нету, ну вот смотри. А, вот, да, мне пояс, либо серёжечку. Можно вторую. Так, Рейны, хорошо. И здесь у нас ещё есть кроны. Но при этом, смотри, крон-то не так и много. Моноросы не расплавить, не продать, не... А только точить. Ну, кстати, может быть и поточу, посмотрим. На этом аккаунте вонлаков мне раздали немножко, так что, может быть, и поточимся. Ну, это будет уже сделано чисто для себя, для души, для просто, чтобы... Чтобы хоть что-нибудь сделать с этой фигнёй ненужной. Камушки тоже выгружаю, кентавра выгружаю, пояс Вильтару. Плюс первый. Атака 8, а у моего этого сколько? Атака 6, уже лучше. Ну, блин, плюс первый Вильтар, это ну такое себе. Я хочу больше. Я хочу плюс третий. Вот, а это сундуки без крон. Ещё старенькие. Ну, конечно, отсюда падают сирапки. Ну, кто бы мог сомневаться, что именно отсюда будет падать вот эта херня. Ты посмотри, ну ты видишь, это 4. Вот это да. Пять. Шесть. Мама. Ты видишь? Шесть сирапов. Их же не продают. В смысле, их не покупают. Чё мне с ними делать? Игра, имей совесть. Ой, а тут кроны есть. Интересненько. Значит, я перед этим открывала без крон. Первые руины. У меня есть третий. Зачем ты мне первое даёшь? Боже, а тут смотри, а тут кроны, кроны, кроны. О, Огрик. Жалко, что нулевой. Ааа, Сичил пошёл. Ну ты... Вот сиди и думай, да, просто шесть сирапов подряд. Это же капец. Рейн много. Много. На удивление много Рейн. Но знаешь чё? Их и на аукционе очень много. Вот чё я тебе хочу сказать. Так что радоваться этой Рейне за 50 миллионов вообще смысла нету. Тут скорее Василиску, ой, этому первому, кого я там выбила, Вильтару, и то порадуешься больше. Так. Я думаю, что можно теперь открыть вот это, потом вот это, а потом вот это. Ну, чтобы вот этим вот не испугнуть. Ну, типа, рандом такой увидит, что я выбила бошмот, да? И скажет, ну всё, свободно, до свидания. Знать, зачем тебе бижутерия? На тебе кроны. Ну или печеньки, да. Или печеньки, конечно, да. Это же мечта любого. Да, Лана Рос тоже, ага. Ну, да. 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 Что я мечусь-то? Вот это же не открыло. Ну, давай тут до 20 досидим. Древень, древень. Самый дорогой сейчас древень. Вроде бы. А мне выпали мазками. Не то, чтобы я не рада, но... Я Аня. Начнём с этого. Но... В целом... В целом, не хван-тан. Не хван-тан. Всё это дело укомпоновываем. И сейчас займёмся сундучками из достижений. Наши с тобой любимые. Тех, которых много, из которых падает много печенек. Я сейчас вернусь, как всегда. Не переключайтесь. Вот тут вот, конечно, я и почувствую сейчас вместе с тобой дискомфорт по поводу слотов. Потому что, как видишь, много их сюда не влезет. Несмотря на то, что мы с тобой достаточно хорошо разгрузились. Ну... Давай. Кручу, верчу, запутать, хочу сундук достать, открыть, продать. Потом купить себе бежу, чтоб фармить разломы и не жужу. Вот такая вот песенка. Вот такая вот песенка. Я выложила видосик по арчейджу. И там я тоже открывала итемки с ивентом. Зажрались эти локализаторы. Зажрались эти разработчики. Крутят такой шанс на топ. Ништяки, что просто капец. Как будто бы мы у них из кармана их забираем. Ну вот скажи, да? Ну вот чего, жалко ему, что ли? У пчелки жалко, вообще-то. Сейчас вернусь. Под конец, конечно, придется творить волшебство все чаще и чаще. Ну, там не привыкать. Волшебники такие. Неприхотливые. Работящие. Терпеливые. Неприверядливые, в принципе. Незлопамятные. Очень интересная реакция на слово «незлопамятные». Обрати внимание на это количество валксов. Игра явно хочет, чтобы я начала точиться здесь. Вот просто она умоляет меня. А я тебе умоляю. Дай мне сто миллионов слиток. Ну дай. И я поточусь. Обещаю. Честная пионерская. Даже не важно, что я пионеркой, ты не была. Но я тебе обещаю, зуб даю. Ну, конечно, с таким количеством валксов придется точиться, однозначно. Давай, наверное, откроем, потому что что-то их тут поднакопилось. Очень много. Многовато. Да. Так и живем. Еще разочек. Исчезну. С экрана. Но не из твоей жизни. Ох, еще один заход. Грязная сечилка-то, а? Отстирать бы тебя. Хотя бы тебя бы. Точечка. Да ладно. Ни капли. Вообще не грамма намека. Нет. Что ты? Ни капли. На заточку. Вот кто-то, наверное, меня сейчас просто проклинает. С этим количеством валксов. Без обид, ребятки. Вы знаете, я против. Я не хочу. Заберите у меня. Дайте мне слитки, золото. Пожалуйста. Не давайте мне валксы. Дайте их тем, кому они нужны. А мне дайте то, что я могу продать. Я же валксов даже продать не могу. Только в магазин и то нельзя. Нельзя продавать в магазины. Ооо, да, она вныла. Наныла сечилку, которую отмыла. И она стоит... Не стоит она ничего. Потому что с вычеты комиссии это все дело... Вообще даже незаметно будет. Просто не хватит даже на расходку на одну осаду. И давай-ка вытащим. Ну хотя тут до 100 г. Это 10 миллионов. Ну откроем. Че он у меня будет глазам усолить? Правильно? Ну конечно же. 100 тысяч. Точнее это сколько? Миллион. Хотя на мене я достала на 100 тысяч. Охо-хо. Лакс и кроны. Точки. Заберите все. Заберите все. Дайте мне. Слеточки. Золотом в 100 г. В 1000 г. Я хочу... Чего-нибудь не... Обычного... 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 О! Ну... Не шибко велика разница. Но... Хотя бы так. Так. Теперь сундуки с набора героев. Там тоже их. Там их уже чуть-чуть осталось. Потерпи. Буквально краполюшка осталась. И мы с тобой закончим на этом. Сейчас я разгружусь. Затарюсь. Приготовлюсь. И вернусь. У меня тут чутка недокомплект. Поэтому мы откроем и синенькие. Посмотрим. Может быть они будут удачливее. Может быть зря я в золото-то все это превращаю. И дал сюда синенькое тоже. Типа не хухры-мухры. Ну да. Не хухры-мухры. Боли нетерпимости. Ремесло из какого. Ну конечно не. Вот именно поэтому я и не открываю синие сундуки. Потому что выпадает зелье. Которое... Вообще. Не пришей кобыли. Роги. Ну вот... Ну вот что тебе жалко, да? Ну вот сундук тетечек один-то, ну. Ну не жлобись. Ну дух. Ну родненький. Ну хорошенький мой. Ну дай. Ну пожалуйста. Ну не жлебся. Ну не жмоться. Ну не крысь. Ну. 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 У тебя шесть попыток. Давай по-хорошему. Давай дружить. У тебя пять попыток. Четыре. Три. Две. Одна. Ладно. У тебя есть еще... Одиннадцать попыток реабилитироваться. Что тут у нас? Огра давай. Фууууу. Красавчик. А, а че он? Пятьдесят три стоит? Чжуууу. Я то рассчитывала на девяносто. Но с другой стороны... Че ты не открываешься-то? Огра тоже неплохо. Все. Мы с вами сегодня и сичилки открыли. Две штуки за пять миллионов. И одного окра. Этот аккаунт оказался удачливей на серые, на синее, на ржавые бижульки. Но во всех остальных сундуках потерпел фиаско, и даже плюс первый вельтар не отбивает того, что я ждала. Вот реально, очень много сундуков открыто, очень много времени это было накоплено, и... Да. Да. Всё. Можешь выключать. Но не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если ещё не подписан, написать в комментариях, кого я сегодня косплею. Потом, что ещё надо сделать? Прийти на стрим, прийти на второй канал, просто в Ульфе. Если тебе интересно прохождение в каких-то других игрушках, кроме Блэк Десерта, то там это всё есть. Там даже стримы есть по воскресеньям. Вот. А я тебе желаю хорошего вечера, дня, утра, когда ты там смотришь видос. И до встречи на просторах игры. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!